Чемпионат России по мотоболу Конечно, основной матч финального турнира чемпионата России у Металурга должен был состояться еще 16 сентября с командой Колос Но болельщики помнят этот необъяснимый поступок и патовцев, когда те покинули поле и приняли техническое поражение Мотобольный клуб из Ставропольского края пока единственный соперник Металургу Игра же с агрокомплексом носила фиктивный характер Направления у нас на турнир были новшества, но не все их сумели применить в этой игре конкретно Готовились, конечно, на Колос, к сожалению, они поступили непонятно как В любом виде спорта, когда выходит даже на ринг боец, любая команда, на любых уровнях, даже перенесы, как говорится, водокачки, ну, такого не было Съезжали, поступок непонятный В игре с агрокомплексом из Краснодарского края вратарь клуба Металург пропустил лишь один мяч А вот видновчане забили в ворота противника целых 11 голов Четыре из них Антон Гусев, по два Иван Крештопа, капитан команды Владимир Сосницкий и Артем Ковтун Один на счету Никиты Маркова Счет, конечно, радует, 11-1 Закрыть сезон с таким счетом, три единицы, да Будем надеяться на следующий год Все, что мы не применили сегодня на этих турнирах, будем применять Еще много нового Будем надеяться, что будут у нас полные трибуны И все-таки состоится чемпионат Европы у нас в городе Видном Ждем вас, дорогие болельщики, на трибунах Поддержите нашу команду В 34-й раз «Металлург» стал чемпионом России по мотоболу Успех ребятам, конечно, хотелось ощутить от исхода игры с «Колосом», но победителей не судят Эмоции есть, да, как бы, ну, подпортила нам чуть-чуть игра, которая должна была быть с «Колосом» Победа есть победа, да Все, чемпионы Впереди у спортсменов еще несколько недель тренировок, после чего начнется заслуженный отпуск К работе «Металлург» вернется сразу после новогодних каникул А в октябре провидновский мотобольный клуб на телеканале «Видное ТВ» стартует реалити-шоу «Большой мяч» У зрителей появится уникальная возможность заглянуть за кулисы сезона 2021 года Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ»